Добрый день! Сегодня мы будем снимать несколько обзоров на все эти мотоциклы. Начнем с данного мотоцикла, это VFR 800. Сейчас два VFR. Вот тот дальний, он полностью в стоковом исполнении. А вот этот ближний, с которого мы начнем, он имеет некоторые дополнительные элементы, которые были установлены предыдущим собственником, имеют вот такую большую багажную систему. Начнем непосредственно с этого. Значит, это мотоцикл 1998 года, без пробега по России, привезен, растаможен. Находится в московском регионе. Сразу хотелось бы сказать, что у нас есть доставка по Москве, московской области, ближайшим областям, прилегающим к Москве. В дальние регионы России мы можем отправить транспортные компании. Стоимость доставки до вашего региона. Узнавайте на сайте транспортной компании. Мы преимущественно отправляем компании ПЭК. Можно зайти к ним на сайт, забить параметры мотоцикла и примерно понять стоимость отправки. Пробег данного мотоцикла 65 тысяч. Без каких-либо внешних дефектов, без царапин, без сколов. Здесь такая багажная система от него. Крепится она к штатным местам. Также у нее здесь ручки есть, очень удобно для второго пассажира. Теперь более детально. Будем показывать расходники. Передняя резина. Протектор, надеюсь, видно на видео. Она без трещин. Без порезов, каких-либо проколов, жгутов. Тоже я не видел. Она с 17-го года. Это Мишлен. Диски тормозные. Толщина их почти 4 миллиметра. При минимальном остатке 3,5 миллиметра. Колодки здесь остаток процентов 75. Вилка сухая. Из дополнительного оборудования здесь установлены армированные тормозные шланги. Установлен вольтметр с прикурителем USB. Также установлена система подогрева ручек. Но пока что-то они вроде не подогреваются. Надо смотреть либо предохранитель, либо проводку. Также здесь есть слайдеры. Дополнительный хаггер. Система центральной смазки цепи. И здесь перешито сиденье. Сделан тюнинг сиденья. Оно, можно сказать, с таким выступом. И сиденье разделяется. То есть отдельно можно снять заднее, отдельно снять переднее. И вот на эти штатные места, вот на эти, крепится багажная система. Нюанс в том, только что ключей от багажных кофров, к сожалению, нет. То есть надо их либо подбирать будет, либо заказывать на каждом замке. Есть код. Надо везти в мастерскую, кто делает ключи. И, соответственно, чтобы они восстанавливали ключи. В салоне, где покупали мотоцикл, ключи от кофров не отдали. Также установлен тюнинговый выхлоп. Он не прямо точно. Сразу об этом скажу. Да, заднее колесо. Показать. Это тоже Michelin, 18-й год. Также покажу еще цепь. Звезды, цепь. Звезды, цепь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот как выглядят, скажем так, зеркала в стоковом варианте. Здесь человек поставил еще вот такие проставки. Видимо, для увеличения обзорности... ...стоят вот такие проставки. Подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нашу группу ВКонтакте будет в описании под этим видео. Здесь мы выкладываем новинки наших новых поступлений. Будьте в курсе новых транспортных средств, которые мы привозим. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...